на ремонте вот такой утюг. это фирма Domotec. модель DT 1127 диагноз не работает. не включается. будем разбирать. вариантов несколько. кабель, терморегулятор и тен. последний вариант самый плохой. тогда уже ничего не сделать. я уже открутил винтик треугольный. треугольная головка. открутить сложно. но это возможно сделать с помощью даже обыкновенной отвертки. подбирайте по ширине обыкновенную плоскую отвертку. так чтобы она так зашла и зацепилась. если не зацепляется другой вариант. вот она так зацепилась и я открутил. снимаем и проверяем. дешевенько сделано. без просто на зажимах. это говорит о качестве. но суть в чем. что сейчас нужно прозвонить. все ли в порядке с самим кабелем. для этого берем прибор и прозваниваем на сопротивление. оставим на какую-то одну. на один контакт вилки. а вторым звоним. видим сопротивление есть какое-то. почему-то меньше. сопротивление проходит. причем сопротивление еще и кабель слабоват. и сопротивление на кабеле. значит провода тонковатые. но неважно. теперь проверяем. следующий контакт проверяем также. на второй. смотрим. тоже есть сопротивление. и тоже не пищит. потому что около 20 ом на кабеле. плохо это. но есть то что есть. качество кабеля. значит но звонится. значит проблема не в кабеле. проблема где-то дальше. или терморегулятор. контакты. например терморегулятора. или ТЭН. отсюда узнать это не можем. потому что нет доступа. не просматриваются контакты самого ТЭНа. значит придется разбирать. разбирать будем. видим что здесь есть два винта. и дальше где-то еще есть винты. например есть. смотрю есть винт. вот здесь есть. вот здесь есть такая заглушка. закрывает доступ к винту. ну и обычно есть еще один винт вот здесь. есть он там или нет. сейчас посмотрим. нужно подковырнуть и снять одну из. обычно так это делается. может быть здесь как-то по-другому. значит просто поддеваем и вытаскиваем. вот здесь еще есть два винтика. откручиваем все это. так же нужно открутить кабель. чтобы он нам не мешал снимать крышку. нужно все равно снять вот эту штучку. просто поддеваем вверх и она снимается. ну и вот тут удлинитель. он по-другому не станет. там он заходит в такое зацепление. ну и еще почему-то один винт вот здесь есть. но это уже чтобы вот эту часть снять. сейчас мы сначала снимем снимем часть белую. почему сначала белую. потому что скорее всего под вот этой белой частью вот здесь есть еще один винт для крепления вот этого бачка. но для этого как мы уже видели нужно каким-то образом отковырнуть пробку пробку пластиковую. подковырну. и здесь вот есть винт. не знаю как его открутить. туда отвертка. но я не становится. как-то все нелогично. пытаюсь как-то сбоку. мешает эта крышка. но сейчас найду какую-то тоненькую отверточку. чтобы открутить вот этот винт. и продолжу видео. и так я продолжаю видео. собрал такую конструкцию. тоненькую отверточку для того чтобы открутить этот винт. видимо подразумевается что вот эту крышку нужно снять. тут на фиксатор. но как бы это вам сказать. когда я ее буду снимать могу какой-нибудь фиксатор там отломать. и потом это целое дело. чтобы его восстанавливать. все я открутил. поэтому вот эта верхняя часть должна сняться. тут еще какие-то фиксаторы. просто снимаем вверх и все. как кажется его уже кто-то ремонтировал. потому что на заводе так делали. фиксатор такой модный. проволочкой прикручена. ну собственно зачем мы его снимали. для того чтобы добраться вот до этого винта. и нам нужно открутить и этот винт. и вот как бы их должно быть два. и с этой стороны и с этой стороны. почему-то он один. откручиваем один. уже кто-то тут полазил и оставил нам. я не могу добраться до... нужно более модный удлинитель. у меня есть и более модный удлинитель. откручиваю. ну и теперь я могу снять. зачем мы все это делаем? смотрите мы сняли. теперь у нас есть возможность открутить вот эти три винта. и добраться внутрь до терморегулятора. проверить. если терморегулятор не используется. проверить и сам ТЭН и терморегулятор. и определиться кто из них не работает. ну что же тогда мы откручиваем винты. закручена крепко. все непросто. все непросто. задача выполнена. тут есть подставки под термоподставки под сам пластик. это правильно. по сути дела у нас теперь появилась возможность выяснить причину. и возможно ее даже устранить. суть в чем? значит необходимо вот здесь в контакте обыкновенным например напильником или лучше алмазным не напильником. сюда напильник наверно не влезет. а алмазной пилочкой для ногтей. засунуть между контактами и шлифнуть контакт. это все. сейчас мы можем включить. для того чтобы определить что у нас с ТЭНом. вот контакты ТЭНом. проверяем его. ТЭН в порядке. сам ТЭН в порядке. питание не доходило до ТЭНа. потому что вот там окалинка образовалась на терморегуляторе. между двух контактов. если смотреть сбоку то видно что вот здесь есть контактная площадка. она выключена когда холодный уже замкнута. но она то замкнута. но там образовался окисл и нету контакта. сейчас он... я правда его не проверил. думаю что сейчас уже он есть. вот это вход в терморегулятор. сейчас уже есть. перед этим вам не показал. но и сам не проверил. но сейчас он уже есть. давайте все сейчас проверим. я в таком состоянии включу утюг. видно что эта штучка загорается. загорается. так нужно что то подставить под утюг. сейчас будут проблемы. уже шипит. поэтому подложу сейчас. вот этот. она термозащитная. собственно утюг исправлен. теперь собираем в обратной последовательности. смотрите. с помощью вот такого инструмента. бытового. женского. мы в течение десяти минут полностью решили проблему сломанного утюга. необходимо просто было подчистить контакт. окисл на контакте. это нормально. особенно если терморегулятор не фирменный. они латунные. медные. они посеребренные. ну даже на посеребренных. и на серебряных контактах иногда образуется. пыль попадает. как видим. смотрите. здесь пыли полно. которая образовывается. например. от воды. эта пыль попадает в контакт. и выходит из строя. как бы выходит. ну вот например. здесь полно. вот такой пыли. все это может попасть в контактную группу. и утюг выходит из строя. подписывайтесь на канал. вы сможете увидеть как просто. с помощью простых инструментов. можно решать многие бытовые проблемы. даже сложной бытовой техники. увидимся на канале. всего доброго. засорный класс, во всего, ну да. с. крам �аи верхного диска. Продолжение следует...